Всем привет! И это 11-й влог про нашу мастерскую Заноза. Сейчас расскажу, какие у нас новости. Наш коллектив растет, и с момента переезда в новую мастерскую у нас появилось трое новых работников. И еще один человек сейчас на стажировке. Мы расширяемся постепенно, чтобы избежать неразберихи в разделении труда, так как если нанять сразу много человек, во-первых, начинается путать ница, кто что делает и как распределить производственные процессы так, чтобы никто не простаивал. А во-вторых, это резко бьет по бюджету. Что касается наладки рабочих процессов, я уже немного рассказывала, что у нас в мастерской введен цикл производства. Мы к этому пришли еще в старой мастерской, когда поняли, что порядок работ хаотичный, и ребята работают так, как получается. Ну и изделия, соответственно, готовы тоже, когда получается. А так как мы завязаны с другими производителями, например, покраску фанеры и предварительную шлифовку до нужной плоскости мы делаем на другом производстве, нам важно знать, когда и какую партию мы сможем туда отвезти. А также, конечно, хотелось бы знать, когда мы сможем отправить изделие покупателю. Для всего этого я предложила разработать цикл. На данный момент у нас короткий двухдневный цикл. Цикл означает движение заготовок через руки сотрудников. Например, в первый день цикла у нас часть дня занимает фрезеровка, в которой задействовано 4 человека. И заготовки стула переходят от одной кооперации к другой без перерыва. В общем, это удобная для нас опция. Да, частенько работники отходят от цикла, если требуется, но в общем режиме все это задает определенный ритм. И мы можем прогнозировать, сколько мы сможем сделать за месяц, и когда и что у нас будет готово. Ну и также можно ставить производственные планы на основе цикла и выработки в прошлом месяце. Кстати, весь ритм цикла построен на производительности нашего ЧПУ. Сейчас у нас станок работает 12 часов в сутки, и смены работы мы подстраиваем под его ритм. За свой рабочий день он успевает вырезать 5,5 партии изделий. И это значит, что все заготовки для него должны подаваться вовремя и бесперебойно, и, соответственно, после ЧПУ также незамедлительно обрабатываться. Это вкратце. А еще у нас появился наконец-то сайт. Мы сделали его благодаря областной программе по поддержке и экспорту, но он был настолько сырой на ту сумму, что нам выдали, что пришлось доделывать самим. Женя сел за компьютер и, наверное, месяц разбирался со всеми подробностями. Делал он это в первый раз, но в итоге мы имеем сайт, на котором можно купить продукцию, и автоматически заполняется накладная на доставку. А также этот сайт связан со складской программой, и можно сразу видеть наличие на сайте, или можно сделать предзаказ. Тогда мы видим, что нужно собрать в ближайшее время. Ну и также теперь мы стараемся вести все финансовые дела в строгом порядке. Это важно начать уже делать сейчас, чтобы, когда объемы производства возрастут, не случилось настоящего хаоса. Мы ввели контроль качества. Это очень важный аспект производства. Мы и до этого следили за качеством, но когда ответственность коллективная, чаще что-то упускается. Поэтому на данный момент у нас Дима занимается проверкой изделий на нескольких этапах. Контроль качества шлифовки, контроль покрытия маслом, контроль сборки коробки и комплектующих. Конечно, иногда случаются казусы, но их стало очень мало. А еще, так как дети-покупатели почти всегда участвуют в сборке своих стульев, то частенько случаются истории, когда они прячут болты и потом нам пишут покупатели. И мы в панике уже готовим новые комплекты к отправке, спрашиваем работников, как же так получилось. А потом выясняется, что все нашли там где-то в детской. Такое случается, да. Мы пока маленькое производство и пользуемся любой возможностью получить новую информацию и перенять опыт других. Поэтому мы не упустили возможность познакомиться с производством стульев в Акуловке. Выделили на это целый день и отправились туда вчетвером. Кстати, Женя 2 у нас теперь начальник производства, и поэтому важно было взять его с собой. Мы долго ходили по всем этапам производства, и в наших глазах это оказался просто огромный завод. Расскажу немного по порядку. История производства началась в 1893 году, и исторически сложилось, что заготовку досок там производили своими силами. Так и до сих пор производство начинается с загрузки бревна. Используют в основном березу, и в первом цеху распускают доли поперек на всяких там огромных мощных станках. К сожалению, 13 лет назад завод пришел в упадочное состояние, доходило до того, что работники даже могли выпить на рабочем месте. Работать было некому, крыши текли, полы разваливались. И тогда пришел новый директор и взялся за восстановление. На данный момент все выглядит прилично, работа кипит, зарплата достойная, и производство работает стабильно. Кстати, на многих кадрах тишина, потому что мы попали в обед, и нам повезло послушать экскурсию в тишине. Вот сушильные пакеты. Вот материал, который мы не используем, такой 30-40. Мы положим. Так. Там сверху вентиляторы стоят, пакет перекрывает полностью до верха вот этот поток воздушный. И по бокам есть расстояние. Порядка 20 дней сушится полотенник березовый. Порядка 15 дней тридцатка. Это, грубо говоря, как вот простой фрезерный, да? Ага. Только тут 8 таких фрезеров. 8, да? Стоят напротив друг друга. И вот там детали, есть копир нижний, ролики обкатные. А сверху мы накладываем несколько деталей, которые необходимо отфрезеровать. Вот лежит заготовка, и она туда накладывается с ленты. А по итогу получается вот такая деталь. Здесь отверстие просверлить, вот здесь отверстие просверлить, и вот здесь вот сделать шип. Собственно. В одном станке за один раз. То есть уменьшается перемещение, где-то что-то падает, коцается, да? Получается быстрее. Ну и у человека, в принципе, для этого есть время. Потому что загрузить магазины и делать что-то еще не получается как-то. Так сколько время уходит на вот эту деталку? Порядка 400 задних ножек он делает за смену. И вот ее здесь как раз и шкурит. На вот этих вот ребристых, то есть за счет этих волн. Криволинейные кромки. То есть вот так вот деталь сюда вставляется. И пропускается туда, и низ прошкуривается. Потом переворачивается, вот так пропускается. Ага. То есть... Ну, все. Какие-то дефекты управляются на переработку, либо на ремонт. Что-то подшпаклевывается, подшкуривается. То есть такая уже ручная доработка. Ага. И складываются по таким ячейкам. Опять же, для того, чтобы неудобно планировать и видеть, в каких деталях, сколько находится в наличии. Главный Мария Петрович, приятного аппетита. Здравствуйте. Экскурсия. Ага. Здесь всякие новые изделия. То есть, что-то мы тут придумываем. Балякин такие. Ага. Пробовали, вырезали на большом станке. Какие-то вон там лежат. Ага. То есть опытный участок. Да. Вот это мы тут придумываем хитрую штуку. Секретная разработка. Сейчас мы ее подсмемем. Да, чтобы склеивать вот эти. Нам нужно, у нас сейчас заказ на 800 стульев с вот этими средниками гнутыми. А этих средников там по 5 штук. То есть нам нужно как-то 8-4 тысячи, да, получается? Ага. 4 тысячи вот этих вот средников. То есть, ну, как-то согнуть. А мы вообще гнуть не умеем еще. Ага. Гнутри. Да? Ну, вот они, да. Вот они, ну, и сюда, как-то вот, там, опять же, на большом 5-ти координатном вырезали. Сюда суем. Ага. Как-то вот так. Поблицу сгибаете. Потом давим, то есть, да, струбциной. То есть и перед этим паром их парим. Ну, в общем, пока у нас все это в окне. Нам такое хочется. То есть вот кидывают малазийский стул, мы недавно делали. Сколько надо? 200. Ну, мы такие, ну, окей, типа, мы возьмемся. Ну, и вот начинаем что-то там глипать. Концерт. Ага, вот так вот даже. Охренеть. То есть они двигаются, и она скоростью их красит. Да, скорость настроена таким образом, что успевает как раз один покрасить, и он уплывает в сушильный конвейер. А в каком месте-то непосредственно? Вот там маляр-человек находится. Да, да. Ну, я думал, может, уже робот здесь вот именно. Ну, вот робот стоит, еще мы над ним работаем. А, вот он, да? Вот, вот здесь, да, получается? Здесь вот у него пистолет. Очень прикольную штуку купили тоже для покраски. Она какая-то хитро выдуманная. Да, мы раньше типа красили, как вот эти, ну, стандартная покраска с баллончиком, как машины красили. Да, только у нас был большой баллон, куда мы сразу 10 литров заливали. И покраска шла за счет того, что вместе с воздухом попадал туда краситель, да, он забирает воздух в краситель и распыляет. То здесь создается давление в самой жидкости и воздух не идет. То есть уменьшает расход. То есть, ну, долго мы там, ну, прикидывали, там купили ее тоже там за 300 с лишним тысяч. Вот. Ну, за эту херовину, да, было как-то дороговато. Но она купилась буквально за 3 месяца. Здесь обивочный такой участок, обтяжка сидушек, спинок, расстрой поролона. Сюда кладется ткань, на нее вырезанный поролон, на нее фанера. Нажимаешь, это придавливает пистолет. Вот так кручешь. Вот тепло. Здравствуйте. Вот это да. Вот правильно. Подходы от пиления в таком виде. Подходы от торцовок в таком виде. И еще здесь торцовок, который сжигает как раз таки все отпилки. Все. Это то, что как раз... Там вращающееся дно, отпилки через шнек поступают и сжигаются. Давайте, по-моему, какие-то нюансы у нас. Мы здесь планировали сделать движущееся дно, чтобы опилки сами автоматически собирались, попадали в котел. Немножко опилок тут подсобрали, да? Так, вот это пяти тоже, пяти координат, да? Ну, прям, короче, вообще топчик все бывает, ну, в деревообработке. Вообще, да. То есть, по-моему, по массиву. Там магазин инструмента на 16 инструментов. Он туда ездит, ну, когда ему какая-то сложная обработка, и ему недостаточно четырех инструментов, которые висят на нем. Он умеет ездить туда, класть, другой брать, класть, другой брать, то есть, все менять. Присадочная башка. Такой, вообще, там, единственный в России с такой башкой. То есть, он еще умеет там много чего сверлить. У него вот эти сверла стоят, она такая вылезает, просверливает так, просверливает так. То есть, ну, все это вот крутится, вертится. А когда обед закончился, стало еще увлекательным. Вся работа закипела, и было интересно наблюдать за слаженной работой станков и людей. Вообще, конечно, оснащение завода нас очень поразило. В станочном парке есть и старые образцы, и очень много современных машин. Таких, как четырехсторонний пильный станок или пятикоординатный фрезер ЧПУ. Нам с нашим малышом 60-90 такое, конечно, и не снилось. Сразу скажу, что это не значит, что мы стремимся именно к такому варианту развития событий. Я уже сказала, что мы развиваемся планомерно, и по ходу движения мы обдумываем разные варианты развития нашего дела. Мы получили очень много информации, впечатлений, и теперь обдумываем разные идеи. Наше производство хоть и совсем крошечное, но нам есть чем гордиться даже в таких масштабах. А Сергей, директор завода, нанес нам уже ответный визит. Мы также провели ему экскурсию. И, возможно, это не последняя встреча, и мы найдем какие-то интересные варианты взаимодействия. А на данный момент мы наращиваем обороты нашего производства. Выжимаем полную мощность из ЧПУ и потихоньку разрабатываем новые изделия. У нас в продаже есть детские качели и детские тарелки. И я занимаюсь разработкой взрослого полукресла. Делаем тестовые образцы, я вношу изменения, исправляя недостатки. Как только стул у нас полностью удовлетворит, мы запустим его в продажу. А еще к Новому году мы готовим недорогие разделочные доски. Так что подарок для родственников или друзей можно будет приобрести у нас в мастерской. На этом пока все новости. Всем спасибо за просмотр. Пока и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok